Итак, мне предстоит неблизкий путь в город Кропоткин. Попытаюсь сегодня о нем что-нибудь снять. Вот, навигатор включен, и я отправляюсь в путь. Сегодня я еду по совсем новой трассе, которой ни разу не ехал. Вот это в сторону Ленинградской станицы идет дорога. Насколько я понял, это поселок, или хутор Октябрьский. Да, вот он, Октябрьский написано. Поэтому для себя я открываю, как говорится, новые маршруты. Вот это станица Ленинградская. Отсюда подается чистая вода. Насколько мне известно, что вот от Ленинградской. От Ленинградской воду подают и в Ейск. Вот, в Шабельское, по-моему, тоже. Вот такая большая, большая станица. Элеваторы видны. Я проеду ее боком, потому что мне надо выходить на трассу дальше и ехать. Поэтому я ее только зацеплю краем. Через 600 метров поверните направо. Как видно, вот центр, я подъезжаю к нему. Сейчас я поворачиваю направо, а дальше центр будет, круговое движение. Дома везде в станице Ленинградской. Вот такие же, как, собственно говоря, и у нас в станице. Дизайн особо не отличается. Есть старенькие, есть новенькие, есть старенькие, обложенные кирпичом. Сама декоративные, большие, маленькие, разные дома. Станица Ленинградская. Вот еду уже с десяток километров, и все тянется. Вот эта аллея со станицы Ленинградской, вот этих деревьев. Заметьте, что они снизу все побеленные. И знаете, такие раскинистые кроны, я представляю, как летом они здорово дают тень. Даже для остановившегося какого-то автомобиля. Я только не понимаю, почему около нашей Есенки все деревья эти вырублены. Может, кто-то знает. А на другой стороне, где подъезжаешь к Есенке, вообще не растут. Так бы очень красивая и живописная картинка была бы. Станица Атаманская. Ну, такая, может быть, небольшая, наверное, скорее всего, дома. Сами видите, какие церквушка симпатичная. Прям загляденье. Я думаю, что это, хотя не уверен, но кажется, что старая, может быть, новая постройка. Кладбище, само собой. Небольшая станица Атаманская. Вот там не понять, с той стороны какая-то там большая такая. Это, может быть, вышка такая, постройка такая странная. Ну, автобусные остановки в советском стиле. Вот некоторые дома строят новые, видите. Может быть, что-то будет гараж или что-то такое, магазин. С этой стороны вот какое-то там предприятие какое-то было. Такая станица. Впереди очень большая станица. Это, скорее всего, Павловская. Вот. Здесь живет одна из моих подписчиц. Замечательная женщина. Я была на моем концерте однажды в Лисенке. Поверните направо. Я поворачиваю направо. К сожалению, мне не в Павловскую. Здесь, разумеется, рядом проходит железная дорога. Вот. И я еду вокруг этой замечательной станицы. Большой, очень большой. И вот буквально просто после вот этого вот Краснопартизанская было сейчас, недалеко от Павловской, выход на трассу Дон через развязку такую. Камеру было держать очень сложно, так как развязка до меня незнакомая была. Поворотов очень много. В общем, это трасса М4 Дон. Развязки здесь, конечно, крутые. Я могу 26 километров. Вот такие вот. Поэтому здесь, в принципе, ошибиться сложно, если ты едешь по навигатору. Ну, а так, не знаю. Такие вот шикарные развязки. Вот где-то от 80 километров до Кропоткина города здесь желтый, шел сектор желтый, даже красный с утра. Я думал, а что тут может быть пробки-то? Трасса ровная. А тут, оказывается, просто ремонт дороги. И в связи с этим здесь вот эта узкая коколейка долго идет. Потому здесь желтым дорога обозначена. Так что, вот видите, по ночи ехать очень опасно, когда не знаешь дороги. Мало ли что. Но вдруг неожиданно началась вот эта вот штука. Предупредительные знаки, конечно же, есть. Но, понимаете же, да? Можно разогнаться и нарваться, не успев их рассмотреть. Вокруг поля и все такое прочее. Друзья, так, ну это я потом скажу. Когда я буду выступать в парке Подубного, так наметку дал, потому что мы созвонились. И будет, скорее всего, выступление в апреле, в мае. Там кто будет, уже приедет, или кто навестит город в Йейске, или кто живет в Йейске. Я вам сообщу заранее, когда будет концерт с хорошими песнями. И вот бывают даже такие скорости. Там 10, 20 и даже стоим. Потому что, скорее всего, там светофорная система, как вы видите, да? Дорогу строят. И пропускают под сигнал светофора то одну толпу машин, то другую, как говорится. Поэтому будьте внимательны на дорогах, друзья. Кто едет своим ходом куда-то, сильно не разгоняйтесь на краснодарских дорогах. По-разному может быть. Вот там, видите, красный сигнал светофора. Будем ждать зеленый. Едем дальше. Вот такая вот трасса. Та сторона полностью ремонтируется. Поэтому здесь как бы узкая колейка только для одной стороны. Поэтому вот здесь светофорное регулирование. Светофор светит довольно долго в одну сторону. Минут 10. Поэтому ждали свой сигнал. Вот тут какие-то трубы прокладывают. Может быть, сливные какие. Поэтому вот такие заторы. Ну, в общем, порядка где-то 4 светофоров я уже проехал. 4-4 светофор пошел. Дорога здесь ремонтируется. Надо будет учесть на будущее. Проезжаю краем город Тихорецк. 1874 год. Прям куча, куча проводов. Куча лэп. Прям через дорогу. Много-много-много проводов. И здесь такая мощнейшая подстанция такая. В общем, куча вот этих вышек проводных. Еще одна подстанция. В общем, здесь какая-то развязка силовая такая электрическая. Это все Тихорецк. Он заканчивается почти что. Смотрите, сплошная полоса. Нагло. Абсолютно нагло на Ниве берет и обгоняет. Там, где запрещен обгон. Вот таких вот баранов на дороге полно. Вдалеке станица Архангельская. Довольно большая, раз там есть мелькомбинат вдалеке. И какое-то еще промышленное предприятие. На Яндекс.Навигаторе было написано Архангельская. А на знаке было написано Малороссийский. Не знаю, может быть, часть станицы. А может быть, еще что-то. Заправки Роснефть. Вот туда показано Архангельская. Дальше, значит, получается она. ГАИ стоит, по-моему. В общем, я остановился в одном из номеров. Здесь вот отель при дороге на автовокзале Кропоткино. Вот такой вот номер на трех человек. Но пока я один, и я думаю, что, может быть, и буду один. Вряд ли кто-то будет здесь. Маленький, здесь ничего нет. Чисто переночевать. Потому что мне завтра утром надо встречать людей. Которые приедут к нам сюда, в Краснодарский край. Итак, я остановился в этом гостевом доме. Не очень живописное место, но, по крайней мере, дешево. По крайней мере. В отличие от там гостиниц, по две тысячи, по полторы, по 1800. Это, значит, автовокзал Кропоткиный. Территория автовокзала. Я решил прогуляться пешком, сходить на ЖД вокзал, посмотреть, как дорога будет. И попутно зайду в Магнит. Удивительно, Кропоткин город, да? Здесь подземный переход. Вот такой подземный переход под трассой. Чтобы не ходить по пешеходным переходам. Вот. Почти. Москва. Видите? Всего лишь штатный город. В Краснодарском крае. Кропоткин. Вот такая вот сосновая дорожка ведет сразу же. Вот там большой специализированный большой гипермаркет. Ну, я так скажу, наверное, Кропоткин больше Ейска. Наверное. А может быть, примерно такой же. Я помню, что вроде как 80 тысяч населения. В общем-то, тут не потеряешь. Мне придется завтра утром ехать в этой дороге в сторону ЖД вокзала. Я просто не стал рисковать, искать где-то в другом месте ночлег. Потому что вдруг там дороже будет. Это раз. А во-вторых, вообще, хорошо, что я сделал, что днем поехал. Потому что трасса действительно такая запутанная, долгая. Дороги ремонтируют. Есть где ремонт конкретный. Поэтому мог бы и опоздать, и ночью выезжать не стоит. Поэтому правильно сделал, что выехал днем. Учитывая, что здесь автобусная остановка есть, эта трасса, я сейчас седу на автобус, доеду к ЖД вокзала. Но пока не подошел автобус. Здесь вот такое расписание. Если кому интересно. Не знаю. Один подошел, но он оказался не к ЖД вокзала. Я вообще любитель пешком ходить. Но хотелось обратно, думаю, пойду пешком. А сюда заедут на автобусе. Получилось. Наверное, пойду пешком все-таки. Пойду пешком. Сегодня довольно тепло. И пейзаж вот здесь воистину летний. Текущие ручей и зеленая трава. На холмах стоит город. Какой-то ужас на колесах. Смотрите, да? Многоэтажки. Сквер. Очень симпатично. Бульварная плитка, выложенная дорожка. Все широко. До трассы расстояние от дома. То есть не впритык. Убирают газоны, как и везде в Краснодарском крае. Симпатичный городишко. Даже сейчас еще, когда не началась весна, так как таковая, он уже опрятно выглядит. Но он совершенно иной, чем Гейск. Он какой-то другой. Пока более просторный, мне кажется. Раскидистый. По улице, которой я вот иду все время, это улица Красная. Здесь часто название такой улицы. Красная. Что в Краснодаре, Гейске, Кропотке, не в других городах. Вот одну остановку уже прошел. Там была гора Казанская, а здесь остановка колхозная. Магазин Океан. Констовары. Вот уже остановка на другой стороне колхозная. Киоски, как всегда, газетные. Я так полагаю, это большой торговый центр. Континент. Оазис называется. Вот. Здесь что-то типа башни построенной металлической. В мини-размере. Я так полагаю, наверное, рейфелевая. Я ни разу во Франции не был, поэтому не знаю, как она там. Но что-то похоже, отдаленно. Напоминает. Торговый центр. Здесь школа. Ну, как обычно, тип больших школ советского периода. Вот, ну, видно цивилизация, конечно. Мини-закусочные. Но пока лето еще нет, поэтому здесь вот пока так, на улице. Потом летом уже будет более здесь оживленно. Все-таки Краснодарский край. Ну, прям всякие архитектурные сооружения даже дома построены в виде каких-то замков. Удивительно, что здесь еще японская кухня существует. Вот тоже какой-то большой-большой зал. Шаурма. Я так понимаю, что приближаюсь к вокзалу. Я заметил, сколько вот по улице я иду. Я вижу сплошные Евросеть, Теледва. Что угодно. Ларьки, 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 ларьки. На другой стороне тоже магазины. Но отдаленно так. А здесь прям сплошные ларьки. Это, скорее всего, улица Красная торговая полностью. Как рынок. Улица Красная как рынок. Продолжительный. На три остановки уже тянется. Чего только тут нет. Пошел уже путь к четвертой остановке. И продолжаются вот эти ларьки. Кстати, спросил самые дешевые тапочки. Я забыл дома. Ну что, в гостинице. 550 рублей. Самые дешевые. Это шлепанцы из пеноплена. Ценник, конечно, вообще. Я заметил, здесь ездят машины с очень громкой музыкой во все окна. Я такого еще не видел. Прям вообще громко. Там сабвуферы, что ли. Даже благи. Ну, был один такой. Ну, так где-то проезжают. А здесь прям много есть людей, которые ездят с этими, с акустикой. Часы большие. Видите, вот на той стороне. Тоже симпатично. Показывает время. Без пяти. Три. Дальше все перекопано, кстати. Вот это новость. Это значит, что я здесь не проеду. Мне надо будет сворачивать. Это хорошо, что улица красная. Это хорошо, что я вот теперь прошел пешком, посмотрел. Оказывается, мне придется сворачивать здесь где-то, чтобы доехать до вокзака. Какой большой ДНС. Так что теперь я выяснил, что мне придется повернуть. Вот еще пятерочка. Магнит, хотел, мебель. В общем, это уже отошли от центральной Красной улицы. Попробую узнать, как к вокзалу подъехать завтра утром. Чтобы не плутать. Ну, скорее всего, там поворот будет направо. В общем, я здесь немного заплутал. Получается, что все-таки по улице железнодорожной надо идти. туда. И завтра будет ехать надо по ней. Какой старый, старый дом. Даже видно по окнам, что это царизм конкретный. Красота. Я так и не могу найти вокзала. Наверное, дальше он. Там вот я не пошел по той улице центральной, красной. Потому что она перекопана. Мне надо хотя бы пешком найти маршрут. Буду идти, пока не упрусь. Вокзал. Вот так и живут здесь люди прямо около вокзала. Вроде как будто он начинается. Тоже старинное здание. Не знаю, что это такое. Такая вот узкая дорожка ведет дальше. пахнет углем. Когда поезда ходят, пахнет всегда углем. Где-то подпечку. А может, там еще какая-нибудь кочегарка. Кочегарка пахнет. Как говорится, это привокзальный тыл Кропоткин. Кропоткино. Город. И вот такая железнодорожная улица. Постройки все царские, каменные, старые. дома напротив жилые. Вот так вот живут. Думаю, скоро-скоро должен начаться вокзал уже. Оказывается, это лицей. Какой-то лицей. старинный, царский. А напротив дома. Да, стола продается. Комната, на какой-нибудь около вокзала. А здесь частный сектор. Я жил в Благовещенске, я ходил на работу пешком. До работы было где-то 6,5 километров. Ну, там один товарищ говорил, что для бешеной собаки и 20-кило на трешний круг. Ну, вот сейчас до вокзала, здесь от моей гостиницы, где я остановился, от мотеля. Километр три по навигатору. Ну, со всякими там переходами, где-то около трех с половиной. Я, наконец-то, подхожу к вокзалу. Все, меня удивляет вот эти домики, они царские, все царские. Мини-домики, они прям доль от железнодорожного полотна идут ну, замки. Замки. Здесь можно с металлодетектором смело ходить вокруг этих домов. Но вот эта постройка, не знаю, какого года, тоже царизм. Я вижу уже, да, наличники срубили. Вот это точно царизм. Здесь даже сами вот эти постройки, складки и помещения, они тоже царского кирпича. То есть все это царизм. как было при царе построено, так и стоит до сих пор. Вот она, реальная Россия. Матушка. А вот и красивый, великолепный вокзал, который я видел с Google автомобиля. Я уже его успел видеть. А вот накрыт пленкой, это фонтан здесь был. Шикарный фонтан, который работает летом. Заметьте, как подстрижены кусты квадратиками. Это все потом будет летом расти, цвести. И здесь очень красиво. Привокзальная площадь. Вокзал царский. Причем старинный, старинный. Прямо памятник архитектуры, ей-богу, приятно смотреть. Такие башенки, окошки удлиненные. Не знаю, как они называются на верхних этажах. Красота. А здесь вот закрыт пленкой фонтан. Шикарный фонтан, работающий летом. Я вот думал, приеду сюда, на парковку здесь день автомобиль поставлю. Так-то оно так, только придется узенькой улочкой сюда ехать. Узенькой улочкой. И все окружено зданиями царского времени. вот тут уже пошли пара хрущевок. Зайду внутрь этого чудесного здания. Вот, кстати, видите, 18 июня построена 1874 года. Значит, тут проверка такая строгая, даже паспорта проверяют, сбивают номер паспорта, или фамилию и убеждается, что ты тот самый человек. Короче, даже не просто металлодетектор, а еще даже в Краснодаре такого нет. Там просто проходишь и все. А здесь кругом охрана. Смотрите, какое прекрасное здание вокзала. Там зал ожидания, я так полагаю. Да, это зал ожидания. Большой какой. Ух ты. Прям не вокзал, а произведение искусства. Честно, в этот зал, который я зашел, там справа, там рамка и здесь билетные кассы. Вот такой большой зал. Красивое здание воздало, вот Кавказская станция. Вот памятник Калинину на вокзале. Калинин был популярен здесь. Вот так выглядит с вокзала площадь. Правда, здесь выхода свободного нет только через здание вокзала. Красивое здание. Вот такой. Температура показывает 12 градусов. вот такие пироги. Все-таки какие времена настали, да, ребята? Раньше на вокзал заходишь спокойно, покупаешь билет даже без паспорта с дырдочками и никто не знает кто ты и что ты. А сейчас даже без паспорта по городу прогуляться нельзя. Вот такое время. Так что вот где свобода была. вот такая красивая площадь. Жалко, что не лето. Здесь было бы красивее, даже если погода была бы намного ярче. Было бы вообще шикарно. Ладно, я вижу здесь транспорт ездит, но как он туда подъезжает, я не знаю. Придется либо той дорожкой, которая шел сегодня, либо каким-то образом объезжать эту улицу. потихонечку поплетусь обратно. Так, городская аптека. Что же я хотел в аптеке? Что-то хотел, сейчас зайду вспомню. Еще раз издалека кинем взгляд на вокзал. Это все-таки шедевр. Красивое здание. Редко такое увидишь. А это часть улицы Красной, по которой я не шел. То есть я ее пропустил, так как там перекопано. И сейчас возвращаясь уже по Красной. Вело центр, продукты. Ну, в общем, улица Красная, она торговая. Ну, тут ювелирные украшения, русское золото. В общем, улица симпатичная, оживленная и торговая. Но улица Красная в городе Краснодаре, конечно же, намного лучше. Что там говорить? Но для мелкого такого небольшого городка эта улица тоже, как говорится, неплохо. Город поражает тем, что очень много старинных зданий вот близ вокзальной улицы. Таких как бы двухэтажных, трехэтажных. Как бы чудно немного видеть пальмы, значит, и сосны рядом в одной коллекции. Все деревья здесь растут, все какие угодно. Вот там видео, электроника, большой-большой магазин. Смотрите, какое живописное, такое сиреневое здание. Это Кропоткинское казачье общество. Ну, прям вообще сказка. Как я люблю такие здания. Боже мой. Прям, ну, просто загляденье. Прелесть. Еще цвет такой необычный. Не красный. Лавочки. Вот такой город Кропоткин. так, что, кто любит жить в городе, можете вот... попробовать присмотреться к такому городу в Краснодарском крае. Смотрите, какой очаровательный фонтан. Девушка с кувшинами. Прям просто загляденье. Бронзовый. Это такая маленькая площадь Пушкина. И вот рядом еще один такой же фонтан. Летом тут, конечно, живописно. Плохо, что Кропоткин сам по себе далеко от моря. Это, да, единственное, что плохо. Смотрите, и сразу переходит это все в такой сквер сосновый. Широкая улица, и поэтому трасса, как говорится, улица Краснодара, там, здесь пешеходная зона. И очень приятно здесь идти, честное слово. Красивое сделано. Красивая разложена плитка. Сосны. Ну, просто прелесть. Я не знаю, вот у нас в Благовещенске даже последние, которые были, деревья около автовокзала, и то вырубили. И поставили эти Евросеть, телефон.ру и всякие остальные вот эти кибитки для продажи всякой дряни. То есть вырубается конкретно Благовещенск, вырубается вся зеленая зона. Лишь бы только построить. Вот видите, спасли сквер, не стали здесь же уничтожать. Можно было вот сюда сколько еще вместить палаток торговых. А нет. Сделано все красиво, гуманно, эстетично. Вот за это молодцы, что так делается. Пусть только потом кто-то скажет, что я хаю там в город Благовещенск, который уехал. Я не хаю. Просто в последнее время, когда мы там жили, я наглядно видел, что на улице Мухина, кто знает, вырезали около Мухина-Ленина, спилили красивые деревья, которые тень давали. Только что поставить эти баннеры дурацкие, с рекламой. Вот как надо делать. Чтоб людям радость было. Что идут они, и живописный город. И никаких торговых палаток здесь ни нас не спрячено. На Дальнем Востоке таких берез нет. Видите, какая она плакучая березка. Обвисает ее ветви. Дом культуры в городе Кропоткин. Большая площадь перед домом культуры. И дальше вот идет ремонт дороги. Скорее всего, здесь где-то надо будет заворачивать по той улице. Или по той мелкой, по которой я шел. Разницы нет. Жалко, что Красную ремонтируют там. Был бы прямой проезд. А так вот, огромный дом культуры. Шикарная площадь. Красивые деревья. И цветы. Да, здесь ремонт меняет трубы. Вот, может быть, прорыв был. Ну, ладно. Пойдем в гостинку. Ребята, я вот иду обратно, да? Заглядываю в палатки торговок, где продаются... Прямо, знаете, машины ездят. Так вот, захожу я в палатки, где фрукты продаются. Цены очень большие. Даже больше, чем у нас. В Есенке. Те же гранаты от 150 до 200. Ну, вообще, все очень дорого. Яблоки, ну, либо такая же цена, либо дороже. То есть, цены большие. Увидел я магазинчик один. Там написано «Пониматика». А мне как раз пульки для моего ружья нужны. Вот, никак не могу найти гамморские. Может быть, здесь будет. Сейчас посмотрим. И пульки в этом магазине дороже. Тут обычной гаммы нету. Обычные для... Ну, как вот были в Тире. 130 рублей. У нас в Есске даже на рынке простом 100 рублей. Так что, с ценами я познакомился. Они дороже, чем в нашем Ейском районе. Может, стоит надеяться, что здесь и зарплата выше. Поэтому цены большие. Хотя маловероятно, конечно. Хотя город. Так. Чему посвящен сей памятник? Или, так скажем, памятная стела? Потому что школа явно 70-х годов постройки. Вот. В 75-х. А стела это в честь... А, сквер заложен в честь 80-летия образования Краснодарского края. Просто в честь 80-летия образования Краснодарского края. Сквер. Ну что ж, вот эти елочки подрастут. Будут симпатичными. И красивыми. Там девятиэтажки однотипные. Я такие в Комсомольске насмотрелся. Никакого дизайна. Вот, да? Вот видите, девятиэтажка. Испомните этот вокзал, который вы только что видели. Это ж какая эстетика была раньше. Красота какая. Люди жили неторопливо. А сейчас по планшетам чум-чум щупальцами. Не успевают даже строить. А такие дороги. Вот сейчас проехал этот желтый автомобиль с желтыми и такими полосами. В нем звучала музыка так громко. И вы знаете, кто за рулем был? Женщина. Такая ничего так выглядит. Лет сорок. А музыка на полную. Форточки открыты. Вот так вот. Повзрослели. Ах, как хотелось быть, ах, как хотелось быть нам взрослыми. С вихрами не ходить, с вихрами не ходить и с косами. Вот такой вот турнеп. В общем, я прошел сегодня 7 километров приблизительно. не знаю, как называется это дерево, но оно мне нравится с этими косичками. Такое вот дерево и такие косички. Вот тут, может, из подписчиков подскажет, как оно называется. Кто-то раскидал фальшивые деньги и вот тетушка шла и подняла их. Думаю, вдруг у кого-то вывалилась пачка настоящих денег. А сейчас кто-нибудь сидит на балконе и снимает это на камеру, как собирает эти 900 рублевки. Да, ребята, как это халява всегда губительна. В общем, автобусы в Кропотке не остались без прибыли. Я прошел от Казанской горы до ЖД вокзала и обратно. Пешком. На заправке Альянс цена 39-20-92-й. Вот. Ну, а я пойду схожу в Магнит. Вот этот гипермаркет. Куплю себе лапшу доширака. в последнее время, толстеть начал. Поэтому надо скинуть вес одной корзи доширака. Вот. Заправочка Альянс. Не знаю, что за качество бензина. Посмотрим. Может, завтра зайдем на нее. Зашел специально, чтобы ничего не покупать, не взял корзинку. Но, блин, все равно пришлось купить сахар. Потому что я дома не мог взять песок, сахар. Затем тапочки. Там такие тапочки обычные, то, что в ботинках этих тяжело в гостинке. Вот. Ну, и по мелочи там лапшу доширак, несколько овсяных каш, чтобы заварить. Вот такая вот растрата. этот магнит, он просто какой-то апокалипсис, ей-богу. Все равно ты что-то будешь покупать. Ладно. Осталось немного. Вот уже подземный переход. Ну, и как примета всех станиц городов в Краснодарском крае охранные кресты на входе и на выходе всех трасс, которые ведут из города или из станиц. Чтоб ведьмы не залетали в города. Пойдем по подземному переходу. Солнышко появилось. Завтра тоже погода обещает хорошая. Вообще на всю эту неделю обещает уже скоро плюс 13, плюс 15. Вот, ребят, еще раз про номер этот. Вот такой номерок. Ну, тут должно быть три человека. но так как сейчас не туристический сезон, то, соответственно, я тут один. И здесь берется 500 рублей с человека за ночь. Вот, ну, что сказать. Здесь, конечно, удобств нету в номере, удобства все на площадке, но там неплохой коридорчик такой, есть душ и есть туалет, куда ты ходишь. Здесь сразу стакан, стакан стоит стол и чай. То есть можно все это покушать, там скипетить лапшу, себе чай и все такое прочее. Рядом с городом, на окраине города, рядом с Красной улицей, буквально мне тут, как говорится, 3,5 километра я на вокзале. Машина моя стоит под окнами вот здесь, вот она, вы видите. Это прямо рядом есть очень много дорогих гостиниц в Кработкине, которые 2 тысячи и мне никто не платил за рекламу этой гостиницы, пусть им по-доброму останется. Просто что, знаете, что вот есть такая, где можно за 500 рублей переночевать, если что. 3 человека, значит, полторы тысячи будет стоить вам номер, если 3 человека. Ну, такие вот, такая петрушка. Уже вечер, 6 вечера. Я, пожалуй, сейчас просто почитаю ваши комментарии на планшете, посмотрю новости. И часа 4 проснусь, а потом душ еще, если смогу. Часа 4 проснуться, надо будет в 5 уже тронуться в путь, чтобы уже подождать поезда. Такие пироги с котятами. Я потом как-то расскажу вам еще одну интересную вещь. Она касается религии, но на этот раз никто из различных собраний не будет на меня обижаться, потому что я просто скажу несколько об ином, но это не будет для них считаться ересью. Так что не переживайте. Но очень интересная тема. Город Кропоткин ночью. раннее утро, я уезжаю на вокзал. сейчас попробую отсюда вырулить, тут очень тесно. Такие вот электронные часы на вокзале 5 утра. Конечно, можно было бы приехать и позже, в 6.35 поезд приходит, но дело в том, что дело в том, что я боялся, что тут как говорится пробки там всякая ерунда. Думаю, я попробую все-таки пораньше. Ладно, пойду в зал ожидания. Итак, утро 5 часов 53 минуты, объявили, что поезд сейчас подъедет и 5 градусов тепла. Не знаю, будет сегодня пасмурно или нет, вот. Ну, будем ждать поезда. А потом поедем домой в Есенку. Ну вот, уважаемые друзья, мы прибыли в Есенку, хотя пришлось еще съездить в Ейск. Мне разрешили рассказать то, что я привез людей, которые покупают дом. Но проблема в том, что вот они сказали взять на вооружение. Если вы приезжаете сюда со счетами, то есть вот у вас на счете деньги есть, то Сбербанк надо заказывать услугу предоставления номера счета. То есть там вы приходите в Сбербанк и хотите со счета на счет перевести деньги, то соответственно вам откажут потому что счет в другом регионе. И чтобы узнать этот номер счета или что-то там надо заказывать его, это длится от суток до трех. То есть вот такие вот вещи. Поэтому некоторые люди ездят просто с векселями на предъявителя, которые предъявляют вексель и им дают деньги, и они покупают дома. Вот сегодня столкнулись люди, которые приехали сюда, чтобы оплатить покупку дома. Им пришлось заказывать эти номера счетов, чтобы им об этом сказали только через сутки или через трое. Поэтому даром съездили в Ейск. Это они сами просили, чтобы я вам об этом сказал, чтобы вы знали уважаемые, что там есть такая загвоздка со Сбербанком. Я не знаю, может быть загвоздка еще так же и с деньгами, что если получение наличных, надо будет заказывать. Суммы небольшие такие, чтобы там космические. Допустим, покупка дома даже миллион двести все равно требует каких-то психологических затрат. В общем, вот, я показал вам город Кропоткин. Честно говоря, устал. Мало того, что в общей сложности сделано 700 километров расстояние, плюс ко всему еще ночью мне так в гостинке трудно далось, потому что я засыпал, просыпался, подушка была не такая для моего шейного хондроза дома, все-таки лучше, чем гостя. Ладно, ребята, выкладываю ролик. Спасибо вам за поддержку. Одноклассники, привет! Я имею в виду все, кто в одноклассниках, а не одноклассники по школе. Друзья, пока! Пока!